Вокруг кордицепса нам верчина огромная куча историй. Кто-то считает его панацеей от всех болезней, а кто-то считает это китайским шарлатанством. И проблема заключается в том, что правы и те, и те. Потому что из Китая, да и из других стран, мы получаем огромное количество некачественного или искусственно выращенного товара, который практически не работает. А с другой стороны, те жалкие крохи натурального, дикого, высокогорного кордицепса, которые доходят до нашей страны, это не просто крохи, а это практически гомеопатия. И для того, чтобы прояснить современную картину с кордицепсом в целом, и для России в частности, мы при поддержке Национального биологического общества Российской научной организации организовали вот эту поездку, чтобы раскрыть все тайны, найти высокогорный дикий кордицепс в дикой природе, взвесить, измерить его, зарисовать и сфотографировать, провести домой, провести лабораторный анализ, показать, что в нем есть, а чего в нем нет, и в итоге рассказать вам все тайны и секреты этого удивительного гриба, который умеет управлять поведением насекомых, как вы прекрасно это знаете. Итак, если вы думаете, что кордицепс добыть легко, то хренушки. Потому что сейчас уже шестой день нашей экспедиции, прикиньте себе, шестой, мы летели, ехали, шли, я бы даже сказал, временами были перевозимы, практически не приходя в сознание, и вот только на шестой день, посмотрите, мы добрались до высокогорного рельефа, где начинает расти дикий кордицепс. Вот посмотрите на характерную, вот наши сборщики, да, забрались на характерную точку, где растет кордицепс. Обратите внимание, вот, по крайней мере, в условиях индийских Гималаев есть всегда четкое соответствие. Над вот этим спотом, пятном, да, где растет кордицепс, постоянно есть какой-то снежный козырек. Вот здесь он плохо виден, потому что мы смотрим снизу вверх, но если мы посмотрим на точки сбора напротив, на другом склоне, то мы увидим, что кордицепс собирают, да, мы тоже сейчас туда придем, как раз вот под этими небольшими снежными козырьками. Вот он, друзья мои, смотрите. Вот он, первый. Первый. Вот мы его поддеваем вместе со слоем почвы. Вот она, гусеничка. Вот он, грибочек. Первый. Красавец. Золотой сразу видно. Сразу видно золотой. Вон, желтый знак пролезает. Вон, желтая краска. Земля рыхлая, хорошая. Ночью дождь бросил. Вот он, и как раз вот мы видим под чабрецом. Вот он, смотрите. Сейчас землю чистим. Вот она, красавица. Тоже просвечивают золотистые пятнышки. Гусеница будет высшего качества. Вот это вот. Основная часть гриба, да, здесь сидит мицелий. Вот ножка. И вот тут вот где-то на кончике спора. Вот оно, золото Гималай. А вот у Владимира первая находка. Идем, идем. Вау, какой красавец, а. Это вот после трех часов я нашел всего один гриб. А потом мышь три часа попал. Смотрите, смотрите, какая. Это вот эта вот штучечка. Ну-ка. Это вот это вот нужно найти. А, да, брат, это он. Охренеть. Да. Это он. Ну, ты счастлив? Ой, вообще у меня с руки трясутся. Посмотрите, а. Вот-вот-вот-вот, смотри, Катя. Вот она, она маленькая. И вот такая песюлечка. Ее хрен отличишь от травы, что она отличается. Да, ну вот он, чеблец мы видим. Да, а вот, кстати, то, на чем эта гусеница вскормилась, скорее всего. Да, это корень. Потом мы знаем, как зовут. Теперь я ее выкапываю. Подальше втыкаю нож, чтобы гусеницу не повредить. Ой. Возьмите с запасом. Оба-на. Оба-на. Вы видели, кардицепс прочнее камня. Гору не отдают нам гриб. Этому ножу много лет. Но он стоил того. Вы представляете? Профессор, давайте свой нож. Вов, нужна мантра. Мантра, да. Он маленький поднесет. Кималайи, отпускаем. Отдайте гриб, пожалуйста, мой, я прошу вас. Отпускаем. Слушайте, это был крутой выкидной нож. Все, закончился. Но сейчас это не главное. Так, мы его не потеряли. Так, нет, все в порядке. Значит, вот гриб. Вот сюда куда-нибудь подальше ножик. И потихоньку, не, все, достаточно. Просто раскачиваем теперь. Пусть, вот, 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 все, вот, пошел он. Он пошел, пошел, пошел. А теперь вот с этой стороны явно он вот туда продолжается. Видишь, да, как идет? Да, да, да. Как его движет, рычаг, да, вот. Стоп, стоп, стоп. Все нормально. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Все, вот, давай, я сам спич. Давай, цепляй. Землю счищай и показывай нам свою находку. Вау! Из гола золота. Да, видно, он проступает. Вот он, вот, золотистый цвет, потом почистим, когда. Вау, посмотрите. Он золотой прям свет. Посмотрите, какой большой. Да, это, опять-таки, выше среднего. Хороший сезон. Хороший сезон. То есть, вот, много лет мы мечтали найти. Смотрите, золото, прям, вот, ярко выраженное золото. Я даже, прям... Ребята, русские в Гималаях. Это, это вообще, это что-то. Это наш кардицепс. Да, блин, это классно. Это вообще божественно. Я хотел много чего сказать, но слов у меня в данный момент больше нет. Не разу за всю многотысячелетнюю историю, это две, а может быть, три тысячи лет сбора кардицепса, сюда не ступала нога россиянина. Или русича, или кто там еще был до всего этого. А что, мы что съедим? Мы здесь. Да? 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 Да. Давайте съедим. Пофигу, что он с землей. А ну-ка, можно мне его обработать? Да, пожалуйста. Мы выполняем все правила, не выносим с грунтом, счищаем даже оставшуюся землю, чтобы, не дай бог, грамм отсюда не унести. И возвращаем бактерии и дрожжи назад. Споро стоит от ламы, ритмейка, дождя, дождя? Проносящую часть? Нет, она должна быть над землей. Раз уж мы ее собрали, то, чтобы не пропало, мы должны ее съесть. Закон целевой уциализации. Подстрелил, съешь. Дросать нельзя. Давайте. Так, ну что же, вот, я его более-менее почистил. Смотрите, вот виден уже. Давайте. Смотрите, она еще, да, гриб, дождь прошел только вчера, да, гусеница еще свежая, гриб сохраняет гибкость. Видите, какой? Прям вот, его не сломать, по факту. Его нельзя сломать. Да, как же он у них сломает? А, они его ломаются в момент сбора, когда неправильно втыкают нож или палку или что-то. Ну что, делю пополам. Смотрите, мицелий чистый внутри, да, вот склеродский, который заполняет тело гусеницы. Вот оно, плетение мицелия, плотное-плотное. Вот вам корички, а вот вам верочки. Сладкий. Сладкий? Интересно. Ну что же, поехали. Сколько я сырых грибов не сделал в своей жизни? Ну, чтобы сырой свежий выкопанный кардицепс, это удивительно. Небольшой оттенок ореха. Реально сладкий. С учетом моего грибного сыроедения, я бы сказал так. По вкусу, как чуть подсохший, вот когда на солнце, на корню горят, да, сморчок или строчок, с хорошей добавкой вот этого, ну, землистый привкус, да, немножко. Земля, сморчок или строчок, земля, немножко сухофруктов. Такая легкая сладость, как вот от миндаля, может быть. Что-то такое. Очень интересно. Грибной вкус ярко выраженный. Очень насыщенный вкус. Да, грибной. Так вот, значит, этот кардицепс я, в принципе, ел всякий, да, китайский, чисто тибетский, непальский красный. Вот этот по вкусу, интересно, правда, он самый насыщенный, самый яркий вкус. То есть, я думаю, что если его бросить в кофе или в чай, в не очень большое количество, то, в отличие от прочих, ну, там, скажем так, географических раз, да, те, кто повыше, те, кто пониже, в разных странах тибетского плато, вот этот будет самый насыщенный по вкусу и, наверное, даже во вкусе напитка он будет чувствоваться. Мы это доверим. Когда принесем, помоем и заварим. Ну, правда, здорово. Очень вкусно. Спасибо. Так, ну что, друзья мои, у нас сегодня, смотрите, какая красота. Это первый урожай с дальнего склона с северной экспозиции. Вот, посмотрите, еще свежие молодые грибы. Сразу видно, что конец сезона. Смотрите, грибы уже немножко подсохшие. Гусеницы очень крупные. Они залеплены грязью, естественно, только выкопаны. Хотя, вот, видно, да, видно, что проступает естественный золотистый цвет местами. И когда гусеница будет промыта, очищена, то она вся будет такого золотистого цвета. Это самый ценный, самый дорогой, самый высокоэффективный, самый лекарственный кардицепс, который называют золотым. Тот, который растет пониже, он красного или бурого оттенка. А этот, видите, реально золотистый. И когда мы их помоем, мы вам покажем, что из этого получилось. Вот, смотрите, в зависимости от того, рядом с какой породой в земле растет гриб, могут быть на нем всякие минеральные отложения. Вот это не плесень, да, например. Это зеленое минеральное отложение. Ничего страшного на качество это никак не влияет. Ну, теперь, собственно говоря, мне надо провести первичный анализ, взвесить эти грибы. Ну, я, в принципе, их уже рассмотрел, да, и ничего необычного не увидел. Все они стандартные, хотя и очень крупные. Еще раз повторю, конец сезона. Сезон длится всего 3-5 недель. Вот это уже излет сезона. И, ну, это вы еще видели, наверное, в другом ролике. Гусеница условно ориентирована примерно вот так, под 45 градусов в земле. И наружу торчит вот такая маленькая коричневая фигурка. Разглядеть ее среди травы требует особого искусства сборщика с многолетней тренировкой. Так, ну, теперь, собственно говоря, моя задача взвесить это и внести данные. А потом эти грибы будут отмыты, высушены. Мы посмотрим, как они выглядят в отмытом и уже в обсохшем виде. И дальше они пойдут в лабораторию на анализ всего чего-то в них потенциально вредного и полезного аж во Владивосток. Ну, вот, собственно, начинаем взвешивание грибов. Это тяжелые грибы, потому что они достаточно крупные. Да, чтобы вы понимали, почему я называю эту штуку грибом, потому что реально, кроме гусеницы, здесь не осталось ничего, кроме шкурки. Только одна шкурка. Вот то, во что я вцепился пинцетом снаружи, это и есть остатки гусеницы. Внутри находится так называемый склероций. Плотное сплетение мицелия грибницы. Ничего внутри, кроме гриба, нет. И наружу, из бывшей головы, торчит тоже гриб. Поэтому, по сути, на 99% это гриб. Ну, и начинаем взвешивать. Ну, вот, все наши образцы взвешены. Здесь больше 20 грибов. Дальше мы будем их отмывать и посмотрим, какой процент веса составляет собственная земля. А сейчас мы отберем один экземпляр для интересного эксперимента. Мы в лаборатории со скребем с гриба. Вернее, даже не с гриба, да, а со шкурки гусеницы, землю. И эту землю посеем на питательную среду. И мы посмотрим, содержатся ли в этой земле грибки, бактерии, которые могут быть патогены для человека. Если наши предположения верны, и окажется, что склерозы гриба, которые находятся внутри шкурки гусеницы, выделяют антибиотические и прочие фунгицидные, да, и так далее, вещества, которые реально не дают развиваться этой патогенной, полупатогенной и прочей флоре, да, грибной, бактериальной, то эта земля на посеве не даст ничего или практически ничего. Если там будут целые кусты вырастать на чашке петри, то, значит, антибиотическая и антифунгицидная активность коррецепса несколько преувеличены. Поэтому вот конкретно этот образец мы забираем для анализа почвы. И это мы уже сделаем не в Владивостоке, а в Москве. Так что вот этот дружок полетит у нас в Домодегово. Так, отлично. Значит, сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит петрицепс внутри. Значит, если теория верна, я-то знаю, что она верна, но вы-то нет, он внутри должен быть на срезе чисто белым, потому что, еще раз повторюсь, после того, как он убивает гусеницу и прирастает все насквозь, ничего, кроме самого гриба, внутри не остается. Сейчас мы вскроем вот этот вот экземпляр. Я его выбрал как средний, более-менее отвечающий всем стандартным характеристикам. Не слишком длинная, достаточно толстая гусеница, вернее, ее остатки. Хороший, высокий гриб. Вот мы смотрим, что он весит так же, как и все прочие средние коррецепс, примерно половину грамма. Вот видите, 0,54-0,55 скачет. И теперь мы будем его препарировать. Так, у нас все просто. Видите, какой у нас столик из тарелочки обычный. Так, и сейчас, вот смотрите, я удерживаю его пинцетом, стараюсь аккуратно разрезать вдоль, достаточно безжалостно. Вот, воткнул, попал. Так, и теперь мы открываем строму. Вот она показывается, белая строба. Видите? От гусеницы действительно не осталось. Сейчас я зачищу немножечко. Вот, хорошо видно. Внутри один гриб, от гусеницы не осталось. Ничего, кроме шкурки. Вот она вся полностью съедена. Если дальше так, аккуратно скребу. Вот тут вот еще чуть-чуть подрежу. Видите, да? Вот она, коричневая шкурка, хитин, оболочка гусеницы. Дальше ничего в доме гриба. Поэтому, когда какие-то впечатлительные люди начинают пугаться и говорить, как же так, мы едим гусеницу, значит, вот эта вот вся грязь и полоски, потому что гриб специально не отмытый, на шкурке гусеницы лежит тонкий слой земли. Вот он, собственно, и загрязняется здесь. Так что, если кто-то чрезмерно брезгриф, сами видите, опасаться здесь нечего. Это все равно, что сушеный белый. Вот можно шкурку даже взять и почистить. Она не влияет никак ни на вкусовые качества, ни на питательность и лекарственность гриба. И дальше, вот, вы спокойно едите чистыми целями. Вот эта часть называется склерозой. И, итак, склероза еще раз вырастает. Сначала ножка, она стерильная. На ней нет спора, она служит только для того, чтобы вот эту верхнюю часть гриба, плодоносящую, спороносящую, выполнят на поверхность. И вот эта штука частично, примерно, вот посуду находится в земле. Дальше, следующая ее, примерно две трети, находится среди травы, да, там, постриженной, выеденной, пасущимися млекопитающими, или еще кем-то. И так, вот эта вот только последняя треть, может быть, даже меньшая часть, это, собственно, размножающаяся часть кардицепса. Вот этот белый налет, это спороношение гриба. Поэтому, еще раз, обращаю ваше внимание, вы можете совершенно спокойно, отмыв от земли, да, ну, или если вы приобретаете кардицепс, он, как правило, уже всегда отмытый, полностью, целиком съедать все это вроде бы страшное на вид образования. Потому что гусеница, на самом деле, это не гусеница, а целиком гриб. Вот это ножка плодового тела, а вот это, собственно, спороносящая часть. Весь кардицепс, это гриб целиком. Так что, в плане побрезгивать, на мой взгляд, тут совершенно нечем. Ну вот, мы с вами вскрыли кардицепс, и теперь вы знаете, как он устроен изнутри и снаружи. На всякий случай, здесь была голова. Ну что же, друзья, снова мы, снова дикий кардицепс, и снова знакомая белая тряпочка. Она очень мне нравится, я все на ней делаю. Ну, такая, типа, мешковина. Родные весы рядышком. Как вы думаете, что это? Это та самая грязюка, которая была в предыдущем ролике. Теперь вы понимаете, почему этот кардицепс называется золотой. Видите этот цвет, да? Вот это вот самый крупный, самый дорогой, самый лучший по качеству кардицепс с тибетского плато. Высокогорный, высококачественный кардицепс. Здесь прекрасно видно, где у гусеницы была голова, вот остатки плодового тела. Видны ножки, маленькие ножки на маленьком брюшке. Ну, зато это все очень вкусно и питательно. Ну, вот посмотрите, если вы глядете внимательно, вот здесь, да, покажу ножом. Видны остатки головы. Вот тут даже один глазик высовывается, вот тут второй глазик высовывается. Кардицепс, плодовое тело его всегда вырастает из головы гусеницы. Повторюсь еще раз. Значит, теперь смотрите. Как вы думаете, во сколько раз теряет в весе кардицепс при высушивании? Вот если мы возьмем какой-нибудь белый гриб, он потеряет в весе в пять раз. И это примерно стандарт. Какие-нибудь сморчки несчастные, да, очень тонкие и довольно водянистые, они теряют в весе аж в 10, а то и в 12 раз. Мы с вами видели, что средний вес нормального, хорошего, такого жирного кардицепса конца сезона примерно 0,7-0,8 грамма. Теперь посмотрите, сколько такой гриб весит высушенным. Вот мы кладем его на весы. И с глубоким удивлением убеждаемся, что вес практически не потерян. Это практически уникальное явление. Дело в том, что кардицепс при высушивании действительно теряет не более 30% своего веса. Иногда он весит меньше вдвое. Но поэтому сборщики очень хорошо сразу могут прикинуть свои доходы. Вот если они собрали 2 кг кардицепса, они уже считают, что 1,4-1,5 кг в отмытом и высушенном виде у них в кармане. Вот проверяем дальше. Смотрите, тоже больше, чем 0,5. 0,58, 0,59, 0,57. И это из того кардицепса, который весил примерно 0,8-0,9 грамма. То есть потери порядка 20%. В этом плане кардицепс очень выгодный товар. Теперь давайте мы с вами нарушим еще один гриб, чтобы вы посмотрели, какой он внутри. Какой он внутри. В сравнении с тем кардицепсом, которым мы склевали с длином. Сейчас выберу какой-нибудь, чтобы он был такой толстенький, приятный. Ну вот давайте. Вот смотрите, как хорошо у него грибочек торчит наружу. И сейчас, просто даже не пользуясь никакими дополнительными средствами, кроме ножа, мы с вами убедимся, что внутри действительно гриб. Бывает так, да, когда и гриб снаружи не торчит, и начинаешь чего-то отламывать, а внутри какая-то серая масса, тогда сразу понятно, что это просто обычный засушенный гусениц. Значит, гриб у нас на месте. Теперь смотрите, вот первый слом. Мы отламываем и видим внутри чисто белый мицелий, грибницу. Если бы вот эта штука могла передавать запах, вы бы сейчас почувствовали легкий запах сухофруктов. Это ужасно вкусно, потому что искусственно выращенный, пропитанный там виаграми, витаминами и прочими вещами кардицепс, он нехорош на запах, а иногда даже отдает дымом от копчения. И на вкус однозначно горький. Ну вот я пробую. Прекрасный сладковатый вкус. Действительно, как будто мы едим сухофрукты. И вот, сейчас я постараюсь аккуратно гусеничку пополам разрезать, ну или хотя бы показать, как она устроена внутри. Я начинаю соскребать внешний слой, стараясь ее не сломать. Она высушена хорошо. В принципе, на кардицепс действуют те же самые правила, что и на обычные грибы. Хорошо высушенные грибы, они должны быть безусловно легкие, они должны слегка греметь, если вы послушаете, бум, да, вот есть вот этот вот звук гремящий. И при этом они не должны быть хрупкие, они должны быть вот слегка гибкие. Видите, я кинул эту гусеничку, и она не ломается. Это значит, у нее осталось достаточное количество влаги, и при этом она не пересушена. Вот, смотрите, какая красота. Вот, чисто белый кардицепс. Сам виден вот этот вот склерозий строма, да, плодового тела. Прошу прощения. Вот у нас плодовое тело, и склерозий внутри гусеницы, из которого она появляется. Отмытая гусеница, видно, что только золотистая шкурка осталась, а внутри, вот он, чистый белый гриб, который выдает плодовое тело. Вот так вот выглядит самый высококачественный кардицепс. Вот, ну а чтобы вы не заподозрили меня в варваре, что сейчас я соберу все вот эти замечательные крошки и брошу их в чай. Приветствую вас, друзья мои. Здравствуйте. Недавно, в предыдущей части сюжета, вы увидели, как происходит интервью со сборщиками. Я задавал вопросы о том, как все происходит, в том числе о легальности процесса. И мы с вами услышали, что все окей в Индии. Официально можно собирать, официально вывозить, все в порядке, в общем, никаких проблем нет. А теперь посмотрите, как все происходит на самом деле. Посмотрите, где мы находимся. Значит, это супер-мега-помещение было снято для того, чтобы мы смогли продолжить нашу работу с кардицепсом. Дело в том, что если бы вот с таким количеством, да, вот смотрите, это почти все из того, что мы за два дня насобирали сами. Видите, да, они уже немножко подсохли, эти бывшие гусенички, но это так и надо, потому что свежие, влажные, только что вытащенные из земли чистить неудобно. Вот они немножко подсохли. Сейчас мы вам покажем, как происходит процесс чистки. Так вот, проблема в том, что здесь на высоте кардицепс, это, ну, помимо, понятно, да, религиозного туризма и все такое прочее, главный вид заработка. И те люди, которым эти занимаются, по местным меркам, это богатые люди. Соответственно, здесь не то, что нельзя просто так искать кардицепс, заручившись поддержкой местных, но даже вообще упоминать это слово, а также слово герцогумба, да, и все прочее. Потому что моментально будет привлечено внимание местной полиции, лесной службы, не знаю, как по местному лесники называются, а может быть и солдат, потому что вот здесь полукилометр, военная база, и они внимательно смотрят, что это за ребята шарятся по склонам. Так вот, несмотря на то, что нам рассказывал наш проводник, он из Непала, кстати, он не индус, не палец. Все-таки да, таки через перевалы и в Китае, и в Непал, ну, в смысле, в тибетскую часть Китая люди ходят, и делают они это ночью. Ночью выходит отряд сборщиков, чтобы не было заметно ни с вертолетов, да, ни снизу. С утра они уже на месте собирают, а потом они где-то там отсиживаются, и назад ночью, ну, через сколько-то дней. Обычно уходят на несколько дней, а то и на неделю на сборы, пока идет сезон. Точно так же ночью в темноте они по горам спускаются, и здесь уже с первичными перекупами встречаются. Значит, соответственно, вот это количество сейчас мы с вами почистим. Дальше мы его будем особыми методами вывозить. Про это я с вами уже поделюсь, чтобы, в общем-то, не навлекать духом непогоды, скажем так, да. Про это я вам уже расскажу в Москве. А пока вот смотрите, как чистится свежесобранный кардицепс. Обратите внимание, какие классные здоровенные гусеницы, да. Из Китая редко можно получить что-то подобное, из китайского Тибета. В общей сложности мы собрали сами, чтобы посмотреть, как тут вообще что бывает и что такое кардицепс, и проведем все анализы положенные. Но вообще главная задача нашей экспедиции – это привезти в Россию впервые недорогой, и при этом максимально качественный гриб. И по нашим планам мы сможем привезти от 3 до 5 кг. Это будет продукт на нашем российском рынке совершенно неконкурентный, то есть лучше всех. Вывозить мы его будем, ух, какими путями. Значит, здесь мы будем получать какую-то часть товара, а забирать основную массу мы будем в другом штате. Путем всяких бумажек и избегая плотного контакта с лесниками, военными и полицией, мы будем менять отели, мы будем ночевать иногда в странных местах. И, в общем, примерно... Какое там будет число? Число, наверное, с 13-го начнется наш тайный исход из Индии, который станет явным только в Делево-эропорте. Но между тем, когда все это приедет в Россию, то это будет здорово, потому что действительно гриба такого качества у нас еще не было.